Речь идет об уже существующей парковке, расположенной на пересечении переулка Зеленого и улицы Островского. Собственник стоянки здесь же планирует возвести второй этаж, чтобы увеличить количество машиномест. На сегодняшний день здесь одновременно могут припарковаться порядка 20 автомобилей. С учетом строительства еще одного яруса, этой стоянкой смогут воспользоваться еще 30 автовладельцев. С тем, что глобально проблему заторов на близлежащих улицах эта парковка не решит, согласен и сам застройщик. Но то, что плюс все же будет, он уверен. Не согласны с докладчиком, некоторые сочинцы, они обвиняют Густава Орещенко в незаконных действиях. По информации о градостроительном регламенте, данный земельный участок может использоваться лишь под ИЖС. Но, как оказалось, согласно новому генплану, участок этот попал в зону застройки Ж4. Иными словами, строительство паркинга здесь вполне законно. Вот только сам участок застройки маловат. Я обратился в комиссию по землеиспользованию в связи с тем, чтобы отступить от норм правил застройки. Почему? Размещение в данном случае парковки в двух ярусах, не более того. Поднять просто второй ярус. И чтобы сделать пандус, заезд, то есть в данном случае невозможно на 40, менее 40 процентов. Это чтобы обеспечить то количество машиномест, которое планируется, это надо строить, ну я не знаю, этажей 7-8. Когда можно ограничиться всего лишь вторым этажом. Привычного шума и гамма на слушаниях практически не было. Большинство присутствующих идею строительства платной парковки на Островского поддержало, впрочем, как и служба Ростехнадзора. Со стороны государственного строительного надзора, энергетического надзора, других видов надзора, которые осуществляют федеральные службы Ростехнадзора, претензий к данному объекту каких-либо нет. И я думаю, что все сочинцы поддерживают, именно поддерживают, думая о городе и думая о том, чтобы освободить улицы города, о том, что парковки необходимы. И в данном месте она никаким образом не чинит никаких препятствий ни жильцам, ни гостям города. Мнение, прозвучавшее на публичных слушаниях, будет учитываться на специальной комиссии, которую соберут члены комиссии правил землепользования застройки. Там пройдет голосование и будут выдвинуты рекомендации. Окончательное решение остается за главой города.